Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала Обнинск ТВ! В эфире самая вкусная передача «Будем вкусно есть» и я ее ведущая Мария. Сегодня у меня в гостях очень спортивный гость Семенцов Алексей, фитнес-тренер фокс-фитнеса. Алексей, здравствуйте! Да, Мария, здравствуйте! Алексей, что мы сегодня с вами будем готовить? Хотел бы предложить вам шарлотку, ну шарлотку необычную, а более здоровую. Объясню почему. Потому что многие люди, следящие за фигурой, как правило, третье блюдо уже исключают. А мы приготовим такую шарлотку, которую можно кушать без вреда для фигуры. Но она будет у нас все равно как десерт, да? Да, она будет очень вкусной. Я думаю, что отличие от обычной шарлотки, и мало кто поймет, будет аппетитная, но не такая калорийная. Тогда предлагаю вам начать и приступить к нашей шарлотке. Для начала мы берем муку. Ну, мука будет необычная, как принято, да, мука высшей категории. Мука эта будет цельнозерновая, более полезная. В чем ее отличие от муки высшей категории? Вот помимо названия высшая категория, которая нам говорит о том, что вроде бы она какая-то высокая, полезная и так далее, на самом деле это не так. Высшая категория, она потому что очень очищенная. Как правило, берут зерно, из этого зерна достают только ядрышко. И вот эта ядрышко содержит один крахмал, никаких витаминов, клетчатки и так далее. То бишь, довольно вредный углевод. Наша же мука – это перемолотое зерно полностью, которое содержит и клетчатку, и больше витамин, ну и немного меньше калорий. Поэтому мы выбрали такую здоровую муку. Именно ее. И сколько нам потребуется этой муки? Нам нужен один стакан. Один стаканчик. Давайте. Берем, да. Это у нас общая тарелочка. Здесь мы будем готовить тесто. Ну вот, примерно. Какой следующий ингредиент будем использовать? Дальше. Это обычные пищевые отруби. В данный момент пшеничные. То бишь, для чего нам нужны отруби? Отруби нам нужны для того, чтобы наши углеводы, которые в муке содержатся, сделать более медленными. Что это значит? Вы знаете, да, что есть, например, углеводы в шоколаде. Да. Поскольку все любят этот продукт. Ну и такие же углеводы, например, в гречневой крупе, которые считаются, что тоже полезны. Ну, углеводы углеводам рознь. Углеводы в шоколаде, так называемые быстрые сахара, вредные, потому что повышают сахар в крови. Вредные. Потом он так же резко падает, и мы опять хотим сладкое. Например, в той же гречке углеводы медленные. Они плавно повышают сахар в крови, держат этот уровень сахара и обеспечивают наш организм на 3-4 часа энергией. Вот именно отруби, добавляя их в любой продукт, полстакана нам надо будет, понижают именно нам углеводы. Делают их более медленными. То бишь, наш углевод менее усваиваемый для желудка. Ну, и от этого у нас дольше энергия. В классической шарлотке не идут, конечно, никакие углеводы. Нет, конечно, нет никаких отрубей, про это не думают, конечно же. А мы вот думаем и о наших телезрителях, и о своей фигуре, чтобы снизить. Верно. Ну, и так же клетчатка – это очень хороший источник пищевых волокон, так называемых. Пищевые волокна – это питательная среда для наших микрофлоры, которая содержится в кишечнике. Хорошая микрофлора – это хороший иммунитет. Поэтому мало клетчатки – плохой иммунитет. Поэтому добавляем ее тоже. Что еще будет входить в состав нашей здоровой шарлотки? Хорошо. Так же обычно добавляют в обычную шарлотку сметану. Масло, наверное, еще, да? Тоже, да. Мы поменяем это на обычный нежирный йогурт. Никаких добавок в нем нет, у сахара, красителей. Обычный молочный йогурт. Нам надо будет три ложки. И йогурт нам нужен для того, чтобы наша шарлоточка была более мягкой, более нежной, ну и имела такой сливочный вкус. Ну, по классике, наверное, без яиц все равно, да, никуда. Никуда. Никуда им ничего. Тесто даже не получится. Добавляем два. Опять же, многие считают, такой миф, да, давайте чуть-чуть о мифах поговорим. Многие считают, что в неделю можно есть только два яйца по норме. Больше это вредно, якобы повышает уровень холестерина. И лучше больше не употреблять. Вы хотите его опровергнуть, этот миф, или наоборот подтвердить? Хочу опровергнуть, да, миф довольно старый, опять же, он неправдивый. Много очень ученых, как и зарубежных, так и отечественных, проводили на обычных гражданах, не спортсменах, а эксперименты, когда в течение двух недель каждый день по два-три яйца употребляли. В сыром виде? В любом виде. Жареный, вареный, гоголь-моголь, может быть, это был какой-то. Ну, и не наблюдали никакого повышения уровня холестерина и так далее. Поэтому этот миф давно уже разбили. Про это можно на любых форумах прочитать, от любого диетолога, и даже врача услышать, что это миф. Поэтому яйца, в общем-то, можно не бояться. А как насчет такого мифа, что после шести есть нельзя? Что вы про него скажете? Опровергните или подтвердите? Опровергный миф, конечно. На самом деле очень важно понимать не время приема пищи, когда мы поели, а именно, что мы поели в то или иное время. То есть можно и в 9 вечера поесть, главное, что это будет, да? Да, можно и в 9 вечера, можно и перед сном. Это даже будет полезно, потому что во время сна, когда мы спим, наш желудок будет переваривать еду и тем самым сохранять высокий уровень метаболизма. То бишь обмена веществ. А сжигание жира – это тот же обмен веществ. Поэтому на голодный желудок обменные процессы и сжигание жира, они тоже замедлены. А что тогда можно кушать перед сном? То есть понятно, что это не какие-то десерты, не какая-то тяжелая пища, да, как мясо какое-то жареное или стейки. Да, как правило, выбирают белковые продукты, такие как, например, нежирный кефир и нежирный творог. Это белок, и как мы знаем, то, что белок, он не обкладывается в жир. Опять же, белок имеет очень большой, так называемый, термический эффект. Каждый макроэлемент – углевод, жир и белок. Это то, из чего наша еда, в принципе… Должна состоять. Имеет так называемый термический эффект. Вот когда мы употребляем, например, 100 калорий из углеводов, желудок, переваривая эти калории, 10 калорий из-за этой же еды, потратит на переваривание. То есть мы усвоим 90 калорий. Если мы употребляем белок, творог, кефир и так далее, то наш желудок, так как белок, он очень биологически недоступен для наших ферментов, вот так вот наш желудок, наш организм потратит до 30% калорий из-за этого же продукта. То бишь, употребив 100 калорий из творога, одна треть уйдет на переваривание же этого продукта. Какую сейчас полезную прям информацию. Вот если, мне кажется, и до всех телезрителей, и до меня. Да, поэтому можно и понять отличия, например, калорий из шоколада и калорий из нашей гречки. Шоколад мы употребили, потратили 10% калорий на переваривание и усвоили довольно много их. Употребив гречку, мы усвоили примерно 2 трети только калорий. Потому что намного меньше. А расскажите вот еще про знаменитые чай для похудения. Вот у меня подружка, все, я худею, покупаю себе чай. Как с этим мифом, что нам сделать? Да, очередной миф. Опять же, миф имеет далекие-далекие ноги. Это то же самое, что и супертренажеры, которые раньше продавали по телевидению. Которые, не выходя из дома, качали нам пресс рельефный. Сауны, вот эти вот пояса. Верно, вибротренажеры и так далее. Конечно же, это рынок, это желание производителей заработать денег на незнании потребителя элементарных вещей. То есть, жиросжигание или похудение, как угодно можно называть, происходит только в одном случае. Когда мы в течение дня употребили меньше калорий, чем потратили. То бишь, должен быть дефицит калорий в течение дня. Поэтому, употребляя чаи, мазать живот кремом можно, тренажер параллельно прилипать к животу. Это нам не поможет жиросжигание, нам поможет правильное рациональное питание и поможет двигательная активность. То бишь, вот эти две вещи. Поэтому, конечно же, миф. Ничем не помогают чаи. Скажу ей, обязательно покажу нашу передачу, что ей надо будет сделать для того, чтобы прийти в форму и снизить свой вес. Давайте, может быть, я вам пока с начинкой помогу. Да, давайте, Мария, тогда режьте яблоки на мелкие дольки или на тоненькие кружочки. Как вам удобно. Сейчас, и так, и так. А как вы считаете, Алексей, как человечество сейчас относится к спорту? То есть, как оно относилось до этого времени, да, ну, может, там, лет 50 назад. И как сейчас? Сейчас возросла тенденция популярности к спорту или нет? Да, конечно. Особенно в нашей стране. Ну, буквально еще в 2000 году фитнес-клубов было меньше ровно в 10 раз. В нашей стране. Да, только в нашей. За вот эти неполные 15 лет, то бишь, их количество очень возросло. Потому что мы понимаем, что растет как и предложение, так и спрос. Так и спрос. Ну, опять же, я очень много вижу уже по утрам бегающих людей. Это уже не воспринимается, как, может быть, недавно, что человек выглядит как-то глупо, нелепо, что он бегает. Дико, да? Например, и дико, да. Это нормально. Поэтому, я думаю, образованность нашего населения в этом плане очень-очень вверх ушла. Я думаю, что еще и мода как раз такая появилась, как на то, что хорошо выглядеть, быть в спортивном телосложении, питаться правильно, самую правильную пищу. Хотя, все равно, обращаешь внимание, как люди поглощают с удовольствием фастфуды, да, и любят это. Ну, да, наше общество пока поделено пополам. Те, кто уже думают о внешнем виде, и те, кто пока поглощает фастфуды. А вот вы заговорили о том, что люди стали бегать по утрам в вашем, например, фитнес-клубе. А как вы сами считаете, по утрам вообще можно вот такие физические нагрузки выполнять? Да, можно, если вы, например, чувствуете себя хорошо утром. Это обычные индивидуальные биологические часы, поэтому ничего страшного ни в утренних, ни в ночных тренировках нет. Главное, чтобы вам было комфортно. Поэтому каких-то догм, правил нет, что в определенное время мы должны... Бегать, да. Да, получать какую-то нагрузку. Это неправда. Такого нет. Можно в любое время, да, выбрать. По своему состоянию должен человек выбирать себе. Да, правильно, и ритму жизни, конечно же. И ритму жизни. Ну, я думаю, каждый человек в наше время обязан найти время на спорт, потому что успешный человек не может плохо выглядеть. Я думаю, что успех и хороший внешний вид... Ну, это и сама уверенность какая-то сразу появляется, что ты хорошо выглядишь, тебя признают в обществе. Конечно. И ты чувствуешь себя уверенно. Правильно. А расскажите тогда немножечко о вашем фитнес-клубе, Fox Fitness, как давно он появился в нашем городе. Немножечко про историю, о клубных картах, чтобы наши телезрители тоже знали. Хорошо. Клуб довольно молодой. Ему около года. Ой, совсем молодой. Молодой клуб. Молодой клуб, да. У нас будет день рождения скоро в декабре. Приглашайте всех. Приглашаем обязательно. Чуть попозже будет яркая очень программа. Как для наших клиентов, так и для жителей города. Мы объявим об этом. Ну, наверное, все сюрпризы, да, не будете сейчас, наверное, рассказывать. Просто скажете, что это будет очень интересно, да? Да, клуб так называемого полного цикла. В нем, помимо тренажерного зала с большой кардиозоной, это беговыми дорожками, велотренажерами и прочее, прочее, также есть и большой набор групповых программ, таких как аэробика, знаменитый памп, степы, растяжка. Ну, и также наша гордость большая, это фитнес для детей. У нас отдельная комната, отдельные залы, отдельные тренера. Потому что детей мы с малых лет приучаем уже к какой-то двигательной активности. Это у вас какие-то отдельные детские абонементы есть? Да, отдельные, выгодные абонементы для детей. Поэтому любой родитель может прийти в клуб, взять ребенка, оставить его аниматору, тренеру, и спокойно бегать по дорожке или ходить на любые другие программы. В общем, своими, да, какими-то делами? Да, верно. Да, это сейчас, мне кажется, очень популярно, потому что бедные молодые мамочки, которые, вот, я так лишена спорта, что же мне делать, мне ребенка не с кем оставить. Вот тут у вас такая выходная ситуация очень хорошая. Да, ребенок также полезно проводит время, изучает какие-то новые движения, новые игры, ну и прочее. Я знаю, что у вас еще йога есть обязательно. Да, очень популярное направление – йога. Как правило, залы переполнены, желающих больше, чем может уместить наш зал. Ну, пробуем как-то вот увеличивать часы йоги. Да, я сама люблю это занятие. Мне кажется, это как раз погружаешься в то состояние, когда и душа, и тело расслабляются, и получают еще какую-то физическую нагрузку. Да, верно. После тяжелой тренировки, например, на беговой дорожке или с тренером в тренажерном зале, хорошо поменять вид нагрузки на более, более тонизирующий, лечь, расслабить мышцы, подумать о чем-то своем, правильно начать день рабочий, например. В этом плане, да, йога очень помогает. Я думаю, еще пол яблока и нам хватит. И нам хватит, да? Ну и также в нашем клубе очень много тренеров. Ну, наверное, только штат профессионалов. Ну, да, вы правильно говорите, на самом деле нету случайных людей. Обязательно образование, обязательно какие-то курсы тренера, обязательно повышение класса тренеров и так далее, и так далее. У нас довольно жесткий экзамен входной, чтобы войти в нашу команду тренеров и так далее. Потому что у вас персональные же тренировки тоже есть в вашем фитнес-клубе. Да, очень популярная на данный момент услуга персональные тренировки. Не мои слова, как правило, ученые говорят, что тренировка без тренера и тренировка, когда помогает тренер, так вот эта тренировка в 7 раз более эффективна. А, даже так? Да. Поэтому вы экономите время на тренировках, ну и получаете больше эффект гарантированный. И понимаете, что вы делаете что-то не наугад, вы не вредите здоровью, вы делаете полезные вещи, правильные и прочее-прочее. И буду углубляться, очень много моментов. И дыхание во время тренировки, и правильное питание до и после тренировки, и темп упражнений, и набор упражнений, и даже те килограммы, которые одеты на штанге, на гантелях, тоже могут играть большую роль. Как в наборе, например, так и в похудении. Я представляю, там тренер, наверное, такой жесткий наставник, прям контролирует, наверное, каждый прием пищи. Много тренеров. Да. Мария, много тренеров. Кто-то пожестче, кто-то помягче. Ну, как правило, любой тренер, он психолог. К любому человеку, чтобы было комфортно. Да, найдет подход и путь. Это правильно. Поэтому. Я яблочки тоже сюда посыпаю. Давайте, Мария, да. Мы будем мешать одновременно яблоки и муку, и йогурт. Так. А еще что-то будет входить в состав нашей шарлотки? Да. Добавим мед. Еще. Это заменитель сахара? Да. Мы мед меняем на сахар. Угу. Это более полезно, так как в сахаре, кроме калорий, так называемых, пустых, ничего нету. Мед содержит витамины, так называемые дубильные вещества, которые полезны нашему организму. Но также мед – это очень мощный афродезиар. Поэтому мед добавим. Я думаю, что тем более нет каких-то жестких нелюбителей меда. Я думаю, нет. Ну, для тех, кто не любит мед, можно добавить, это даже будет еще полезнее. В нашей шарлотке тогда будет меньше калорий. Например, сахарозаменитель. Но надо будет выбрать полезный, так называемый стевиа. Его еще называют стевиозин. Стериозид – это выжимка из натуральных листьев. Это никакая не химия, как многие думают. Поэтому этот сахарозаменитель можно также добавлять. Ну, или найти, например, в интернет-магазинах какие-то спортивные джемы. Спортивные джемы? Да. Такие тоже существуют, да? Да, уже давно, в которых ноль калорий, в их основе клетчатка. Опять же, не химия, как многие подумают. Это обычная жидкая клетчатка. Ну, и добавлена та же стевиа, о которой я только что говорил. Ну, и какой-то пищевой краситель. То бишь, мы едим джем, получаем тот же малиновый, абрикосовый и так далее вкус, но при этом ноль калорий. Балдеть. То бишь, очень, да, приятный продукт. Ну, так, наверное, всем сложно отказаться от маминого варенья. Варенья. Это да. Ну, потихонечку можно его заменять. Можно, да, переходить. И маму не обижать. Опять же, чуть-чуть хочу добавить корицу. А мне кажется, в шарлотку очень часто добавляют корицу. Да, очень сочетание приятное. Яблок и корица. Яблок и корица, да. Буквально, ну, я думаю, пол чайной ложки это будет. Опять же, еще один афродезиак. Потому что наше блюдо можно так же и как романтический вечер использовать до свидания. Хорошо. Ну, больше не добавляем ничего. Мы теперь это перемешиваем венчиком. Перемешиваем. И в духовку. Да, мы нагрели духовку заранее. Духовку приблизительно 200 градусов хватит, да? Да, чуть-чуть поменьше можно. 180, да? И полчаса наша шарлоточка будет в этой духовке томиться на противне. Опять же, выложим мы нашу духовку на обычный пергамент. Не будем мазать никаким жиром, никаким маслом пергамент. Ничего вредного нашей шарлотке. Будем готовить на пергаменте. И эта шарлотка отлично от пергамента, потом отликнет. Алексей, я также знаю, что в вашем фитнес-клубе есть и сауны, да? А расскажите немножечко, может быть, про эффект саун. То есть их довольно... Какие-то фитнес-клубы используют сауны, какие-то нет. Вообще как? Надо после тренировки идти распаривать, так сказать, свои мышцы или это не обязательно? Вообще очень полезный эффект. Имеет, конечно, сауны противопоказания. Такие, как грыжи, например. Ну, какие-то болезни, да? Сердечные болезни. Но вообще сауна после тренировки, во-первых, дополнительно еще больше ускоряет обмен веществ. И сжигание жира, и сжигание калорий, во-первых. А во-вторых, усиливает восстановление после тренировок. Так как мы понимаем, что на тренировках мы тратим много энергии, организму на утро надо будет эту энергию восстанавливать. Так вот, сауна помогает пораньше начать это восстановление и утром быть более бодрым и не иметь вот эти мышечные боли, вы, наверное, знаете. Мышечные боли, да. Которые называют крепатурой. А, у них даже какое-то название есть. Крепатура, да. Вот эта крепатура будет менее выраженной. Я их просто называю очень больно. Очень больно. Во всех местах, да-да-да. Многие так и говорят. Да, очень больно. Вот чтобы не было вот этой вот боли, лучше после тренировочки сходить в сауна. А у вас какая сауна? Смотрите, у нас их два вида. Причем они отдельные для мужчин и для женщин. Многим это нравится. Многим это не нравится. Не нравится, да? Ну, всем не угодить. Да. Сауна сухая. Так называемая русская. Русская. Баня, да. То бишь, наиболее популярная и наиболее полезная. Потому что финская влажная, она не имеет такой большой температуры. Там за счет влажности эффект достигается. Вот она не так влияет положительно на организм. Хорошо, мы перемешали нашу шарлотку. Можно выкладывать ее? Да, давайте выкладывать на противень. Так, ну, извините, у нас такой вот сосудик есть специальный. Я думаю, что у каждой хозяйки в доме тоже найдется что-то подобное. Должен быть противень, обычный пергамент, пергаментная бумага. Как и говорил далее, ничем мы мазать ни противень, ни пергамент не будем. Просто выложим на бумагу наше тесто. И в духовочку. Минут на 30. Да, верно. А лучше перед спортзалом как-то что-то съесть, какой-то кусок, или лучше не есть? Да, конечно, голодным приходить не должны. Вообще не надо, да? Все-таки на тренировках мы тратим много энергии. Очень индивидуально. У кого желудок покрепче, у кого послабее. Час-полтора до тренировки какую-то легкую еду. Легенькую. Да, это могут быть фрукты, это могут быть молочные продукты. Так, что-то легкое. Хорошо, убираем. Все, можно погружать тогда. Ой. Ага. Все, и ставим тогда на 30 минут, да? Угу. Вот мы уже одели по одной перехваточке и готовы достать нашу шарлотку из духовки. Достаем. Угу. Я подержу. Угу. Ну вот наша диетическая и совсем не жирная шарлоточка готова. Спасибо Алексею за такой прекрасный рецепт. Я думаю, что многим телезрителям он очень понравится и полюбится, потому что я думаю, что каждый человек мечтает о том, чтобы есть и не толстеть при этом. Алексей, скажите что-нибудь нашим телезрителям тоже на прощание. Ну, во-первых, хочу пожелать здоровья всем любителям фитнеса, продолжать его любить. Те, кто еще не начал ходить на фитнес, надеюсь, что после этой передачи, попробовав эту шарлотку, которая очень вкусная на самом деле, полюбит спорт, здоровое питание, ну и включится в нашу команду спортивных активных людей. Я думаю, что все сейчас присоединятся и бегут уже записываться в фокус-фитнес. И мы тоже сейчас пойдем заниматься. Вот поедим и пойдем заниматься. Правильно. С вами была Мария и передача «Будем вкусно есть». Увидимся с вами в следующей передаче. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»